итак всем привет сегодня я готовлю в жаровне стейки паризиен они из говяжьей лопатки поэтому имеет такой небольшой размерчик жаровня раскалена почти и можно приступать кроме жаровне и мясо мне понадобится курдюк можно было и на подсолнечном делать но у меня закончилась а курдюк лежит в холодильнике значит понадобится жаровня мясо курдюк в качестве жира и крышка для того чтобы прикрывать эту жаровню все стандартно растопил курдюк убрал ошметки чтобы они просто в угольки не превратились и не испортили блюдо потому что когда курдюк пережжешь он дает горечь неприятный такой горький вкус поэтому все ошметки я всегда достаю иначе это горечь потом перейдет на мясо что уже не растопилось она уже не растопится хорошо поехали иначе это горечь потом не растопилось иначе это горечь вот иначе это горечь тоже горечка Вот что я говорил Из-за того, что Площадь дна Больше, чем в казане То есть Вся площадь дна Она прогревается равномерно И есть прямо Такое ощущение, что Стейки прямо сразу же взбухают Потому что они лежат На ровно прогретой площади Допустим, в казане Дно, естественно, всегда горячее Чем стенки Пусть хоть ненамного, но это есть Из-за этого Там немножко по-другому Что происходит Здесь даже они из-за этого эффекта Завернулись Выключаю плиту Нет больше никакого смысла ее Нагревать Потому что Заровня очень-очень сильно Раскалена И для того, чтобы приготовить Это мясо Этого будет вполне достаточно А вот Вот они какие Они прям спухают От этого нагрева Еще разов переверну И прикроем Плита у меня выключена Эти стейки были где-то Наверное сантиметр Полтора в толщину Ну такие примерно Поэтому готовятся они очень быстро Даже не 20 минут Буквально на все про все У меня уходит 10 минут Чтобы все-таки не пересушить И не пережарить Конечно нужно тут посматривать За ними Хотя бы просто перевернуть еще разов Сам процесс конечно приготовления В казане мне нравится больше Именно потому что он выше И по сути все эти масляные брызги Они так и не вылетают из казана Но бывает когда что-то влажное Да с водой Там допустим на лопатке есть вода Опустил лопатку в казан И брызги начинают далеко лететь А так в принципе Когда все сухое Такого же эффекта нет В жаровне конечно Как я готовлю Вокруг плиты Все равно масло вылетает А готовлю я так что Я использую Либо максимальный нагрев Либо никакого То есть Разогрела жаровня у меня плита После этого я выключил ее И вот сейчас вот она Просто отдает жар Я так уже не оставляю На 10 минут Буквально 2-3 минуты Подержал под крышкой Еще раз перевернул Так С этой стороны уже совсем Они такие хорошо поджаренные Сейчас уже есть риск Мясо пересушить Ну если Оставить Если оставить дальше В жаровне Поэтому Вот А в казани я спокойно оставлял То есть в казани Мне на самом деле Было покомфортнее готовить Именно потому что Я уже не пользовался фольгой Пазаровне конечно приходится Мне пользуется фольгой Для того чтобы Мясо было и сочное И Чтобы оно не пересохло И чтобы полностью приготовилось Поэтому Сейчас уже я вижу Что если я буду держать дальше Я его пересушу То что оно приготовится Оно уже приготовилось Так Соль На фольгу положил Достаю мясо Так уже он не леет немножко Солю еще немного здесь Промежуточный слой Есть Еще раз солю И закрываем Перчить я мясо не буду Потому что я готовлю его Не только себе Но и детям Перчу когда я только готовлю Только себе Все Я поперчу себя в тарелочке Этого будет недостаточно Все Сразу же делаем вот так Стараюсь никогда не оставлять на потом Всю эту процедуру Я мою только свою Чугунную посуду Жаровню и казан Потом я помою ручки Сяду поем На всякие тарелочки Вилочки Это уже Женское дело мыть А мужское дело Помыть именно Вот эту тяжелую Посуду Все готово Я свою работу Сделал Протру салфеточкой Все как будто Ничего и не было Просто у моей тарелочки Появилось Четыре Вкусненьких И аппетитненьких Стейка Всего доброго Благодарю за внимание Всем пока Итак Открываю Напоминаю Что Сегодня я готовил Стейки Парезьен Которые Нарезаются Из Лопаточной части Посолить Поперчить По вкусу И на этом все Ну все Пора звать Моих дармоедов Котята Кушать Поперчить Поперчить